Привет всем, я Андрей Ковтун и сегодня я вам расскажу о долгожданных результатах конкурсов. Те, кто впервые слышит о ранее начатых конкурсах, я проведу небольшое знакомство. Так, вспомним все три конкурса, которые были начаты ровно месяц назад. В первом конкурсе просто нужно было оставить заявку на сайте, в результате чего можно было выиграть камеру с Xiaomi. Во втором конкурсе нужно было написать больше всего комментариев. Победитель этого конкурса нам уже известен, это некий Андрей из Казахстана, ваш приз уже едет к вам. Третий конкурс был творческим и заключался он в том, что нужно было придумать задание для следующего конкурса. Так вот, сегодня я вам сообщу победителей первого и третьего конкурсов. Начну с третьего, так как он менее глобальный. За звание победителя третьего конкурса боролись три номинанта. Первым был некий Константин, который предложил вариацию селфи с животными. Второй вариант конкурса предложил Андрей Москалевич, который заключается в том, что нужно создать уникальный демотиватор, который содержит название нашего портала. Разумеется, на тему китайской электроники. Третий вариант конкурса предлагал Александр, и он заключался в том, что нужно было записать шуточное видео со своим смартфоном. Итак, какой же из этих конкурсов будет следующим? По результатам голосования выиграл Андрей Москалевич, который предложил вариацию с созданием демотиватора. Уважаемый Андрей, мы связываемся с вами по поводу доставки приза. Двух других участников прошу не расстраиваться, особенно того, кто предложил вариацию селфи с животными. Поскольку лично мне этот вариант понравился, мы проведем сразу два конкурса. Итак, какие же призы ждут следующих победителей? Для начала я напомню правила создания демотиватора. Первое, демотиватор должен быть посвящен однозначной китайской тематике. Второе, изображение должно быть уникальным, либо это будет уникальный скриншот, либо уникальное фото. Третье, название нашего портала должно однозначно присутствовать на демотиваторе. Четвертое, давайте предлагать только лишь интересные варианты, хотя бы с ноткой юмора, не нужно скучностей. Итак, теперь о сроках проведения конкурса и о призе. Конкурс снова будет длиться целый месяц для того, чтобы получить множество участников и множество работ. Начало конкурса 1 августа, а окончание 31 августа. Все варианты работ присылайте к нам на почту. После окончания конкурса мы выберем 5 лучших работ и устроим голосование на главной странице сайта. Но об этом я более детально расскажу уже 31 августа. Так что же будет за приз? Призом будет являться мобильный телефон Doogie DG750 IronBot. Кто с ним не знаком, смотрим полный обзор. Теперь о правилах участия. Первое, что нужно обязательно сделать, подписаться на наш канал в YouTube. Второе, добавиться в нашу группу ВКонтакте. Третье, сделать репост новости, которую мы опубликуем в нашей группе ВКонтакте. Все, больше для того, чтобы принять участие, ничего делать не нужно. Также мы создадим отдельную тему для обсуждений в нашей группе ВКонтакте, где вы сможете увидеть все варианты работ. Туда, кстати, их все и отправляйте. И, пожалуйста, пускай примут участие хотя бы человек 40, потому что выбирать из трех вариантов неинтересно, учитывая, что приз довольно-таки стоящий. Что касается конкурса по созданию демотиватора, думаю, что я все детально объяснил. Ждем 1 августа. Итак, второй конкурс. Селфи с животными. Что же нужно сделать для того, чтобы победить? Первое и самое главное, хорошее настроение. Потому что вам нужно будет сделать веселое селфи с животными. Я уже вам говорил, что такое ОГЭ нам не присылать. Лучше что-нибудь типа вот этого варианта, либо вот этого. А еще лучше что-нибудь свое и оригинальное. Главное, чтобы было смешно. Для этого конкурса мы также создадим отдельное обсуждение в нашей группе ВКонтакте. В этом обсуждении вы сможете оставить свой вариант селфи. И еще раз акцентирую внимание, фото должно быть оригинальным, а не украденное у кого-то с сети. Такие варианты работ попросту не будут приниматься. Что же нужно сделать, чтобы принять участие? Первое, подписаться на наш канал в Ютубе. Второе, добавиться в нашу группу ВКонтакте. Третье, сделать репост новости, которую мы опубликуем в нашей группе ВКонтакте. Все, этого для участия достаточно. Какой же ждет приз победителя этого конкурса? А приз ждет не вас, а вашего питомца. Победитель получит GPS-трекер для животных. С ним вы точно не потеряете вашего питомца. По-моему, крутой конкурс и крутой приз. Хочу отменить, что спонсором предоставления призов является интернет-магазин GearBest. Мы лично благодарим его за возможность проведения такого типа конкурсов. Да, я только что держал футболку. Ну что же, я думаю, что с последующими конкурсами все ясно. Теперь мы узнаем, кто же станет победителем камеры Xiaomi. Я напомню, что победитель будет определен случайным образом. Для этого мы выбрали специальный сервис под названием RandomUs.ru. Именно он нам поможет случайным образом определить победителя. Итак, приступим к розыгрышу. Для начала мы зашли на главную страницу нашего сайта. Как мы видим в комментариях к статье о конкурсе, разместили заявки на участие более 200 человек. Предварительно я удалил все комментарии, которые не относятся к заявкам. Тем самым у нас остались только лишь живые участники. Обращаю ваше внимание, что каждая заявка имеет свой номер. Всего в первом конкурсе приняли участие 207 человек. Далее мы переходим на главную страницу сервиса RandomUs.ru. Задаем числа от 1 до 207. И генерируем случайное число. Как мы видим, сервис выбрал случайное число 161. Это означает, что победил участник с номером 161. Далее заходим на страницу конкурса и ищем победителя. Победителем стал участник с именем Никита. Приносим вам свои поздравления. На указанный вами почтовый ящик будет отправлено соответствующее письмо с дальнейшими указаниями по получению вашего приза. Искренне поздравляю вас, Никита. Именно эту камеру вы будете держать в своих руках уже в скором времени. Ну что же, вот наш первый глобальный конкурс подошел к концу. Для себя мы снова выделили много недостатков. Но это опыт, куда без него. Конкурс с комментариями мы больше проводить не будем. Так как кроме спама мы больше ничего не получили. Для тех, кто хочет поделиться своими впечатлениями, либо у кого есть какие-то предложения, пишите в комментариях. А сейчас добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Ковтун. Специально для Андро Ньюз. Да пребудет с вами Андрой.